Олег Кустов. Испытание рефлексией. Часть первая. Цифры звали его верх, к небесам, А внизу, докуда хватало глаз, Простирались угрюмы заросли. Харуки-мураками. 1000-ку-84 После доклада и прений обсуждение продолжилось за фуршетом. «Дайте мне рефлексию», — настаивал младший, — «и я разрушу любую теорию». Старший, не допуская применения разрушительных инструментов, возводил вокруг теории оборонительные рубежи. Дело совсем не в механизме рефлексии и даже не в том, чтобы отважиться сказать «я знаю, что я знаю». То есть не в том, чтобы этот механизм запустить, заставить работать. Механизм самой рефлексии очень прост. Можно даже сказать примитивен. Нужно только постоянно отдавать себе отчет в совершаемых действиях, сознавать свое знание, определять свое место в структурах кооперации. Звучат емкие формулировки, каждый раз требующие детального прояснения и абсолютно закрытые для непосвященных. Вот здесь наблюдатель останавливает трансляцию и действие замирает в ожидании года. Вот здесь мы видим, как Старший возвращается к пройденной теме, структурам кооперации, картинам объектов и операциям с этими объектами. Не лишний будет напомнить, что под структурами кооперации понимаются, как правило, устойчивые связи и отношения, складывающиеся между людьми в процессе совместной деятельности. Так? Так, повторяет класс. А что такое картина объекта? Нам объяснит... Нам объяснит... Наблюдатель скользит взглядом. Нам объяснит... Головы втягиваются в плечи. Слушательница второго порядка, НАТО-мажор Касая. По школьной привычке НАТО оправляет форменькое платьице и, направляя точку света к макушке старшего, сообщает. Люди – особи коллективные. Комплектация сознания базовая. Язык – смысл понимания. Картины объектов складываются параллельно развитию систем кооперации при условии, что каждый самостоятельно понимает и не может не понимать общий для всех контекст деятельности, выделяет и не может не выделять в этом контексте разные смыслы. Хорошо излагаете НАТО. Наблюдатель делает широкий жест, приглашая аудиторию присоединяться. Условием подлинной кооперации людей в деятельности является создание такого единого объектного поля, к которому могут быть сведены все порождаемые в разных позициях смыслы. Молодец! Наблюдатель усеивает замерзшее изображение множеством разновозрастных индивидов, задает движение кругом и промеж старшего и младшего так, чтобы новые участники описывали восьмерки. Различие и разнообразие смыслов, создаваемых в разных позициях внутри систем деятельности, должно сниматься и снимается благодаря картинам объекта или картинам мира. Это с одной стороны, а с другой – благодаря определенным правилам и логике рассуждения, технике понимания текста. Сплющим картинку. Изображение переносится на плоский экран. Индивиды превращаются в условных человечков. Жизненная ситуация – схему. Представьте себе стройку. Мастер! Наблюдатель выделяет старшего, на голове которого теперь каска, в руках карманная рация. Кричит крановщику. Плету! На схеме возникает башенный кран с грузом. Он может сделать это по радиосвязи! Бегло замечает слушатель с творожным цветом лица, чья сутулость и торчащий живот выдают участника не понаслышке знакомого со строительными объектами. По радиосвязи, в мегафон, сложив руки рупором, мысленно или горлом, неважно, главное, что крановщик, фигурка младшего высвечивается в кабинке с рычагами, его понимает и подает плиту. Так, 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 теперь представим наблюдателя со стороны следящего за их действием. Один из индивидов приобретает характерную сутулость и торчащий живот. Следящего, но не понимающего языка. Китайцы в Сибири, приводит пример НАТО. Да, или американцы в Китае. Вы знаете это где? Класс, кто согласна, кто нет, трясет головами. Неважно. Наблюдатель одевает многочисленных индивидов схемы в бриджи, шорты, юбки, царонги, пончо, топики и бикини, десятка фасонов и придаёт им черты расовой, половой и этнической принадлежности. Неважно, кто и откуда остальные участники. Они свидетели происходящего. Они не знают и не понимают языка, но слышат, как мастер требует у крановщика плиту. И тот её отгружает. Так? Так, выдыхает класс. Однако, если сторонний наблюдатель не знает языка, то под восклицанием плиту он может понимать что угодно. Он может, к примеру, полагать, что мастер требует две или три плиты. А кто на практике не имел дела с плитами, подумает, что строительный камень. А то, глядишь, примет одно слово за целую фразу «принеси мне плиту, строительный камень, растуды тебя в качель». Следовательно, сокращена до одного слова или нет, фраза имеет одинаковый смысл объектного действия. Прикреплена, привязана к действию, означает его и не может расходиться с ним. И чтобы понять её, достаточно знать соответствующее действие. Более того, чтобы представить себе некоторый язык, достаточно представить соответствующую форму жизни. Мир пуст без языка, но и язык без жизни – умозрительное образование. Сутулый горбится ещё больше. Тяжко ему прежде пришлось, пока коммунизм строил, слышится чьё-то сочувствие. Всё на хребте своём, бессмысленно и бесконечно, а ныне вот оно как вышло. Логику смысла постигать. Трудно, невдомёк. В разные исторические эпохи вступает маленькая горбоносая барышня со следами тяжёлых дужек очков вокруг больших выразительных глаз. Люди создают разные интегрирующие картины мира. Аристотель раскладывал зелёные камни отдельно от незелёных, птичек помещал отдельно от мышек, ящериц – от насекомых. Так возникла родовидовая картина. «Совка, ты всё упрощаешь!» НАТО смотрит на неё сияющими кошачьими глазками. Бровки вверх. «Ты упрощаешь всё!» Я говорю, так возникла родовидовая картина. А потом люди дополнили её представлением о субстанциях, ну там о воде, огне, воздухе. Демокрит повествовал о неделимых атомах. Титл Укрец и Карр о природе вещей. Дальше больше. Физики насилили мир молекулами и взаимодействием. Химики – превращениями веществ. Ботаники – травами и грибами. Палеонтологи – фантастическими существами геологического прошлого. Из настоящего были исключены духи, лешие, домовые и всё невероятное, что могло произойти с героями и богами. Мир стал скучен. Он подчинился слепой воле вложенных в него законов и превратился в природу. Скучный мир! «А логика?» – спрашивает наблюдатель. «Как быть с логикой? Она неизменна?» «Правила для уководства ума, сформулированные Аристотелем? Или те, которые Декарта?» – переспрашивает совка. Учтивая сеточка собирается в уголках губ. «Каждый раз, соответственно, картина мира, создается определенная логика, подстраивающаяся к ним, исходящая из них и в каком-то смысле дополняющая их». Наблюдатель, кажется, удовлетворен ответом и оживляет замерзшую в режиме ожидания сцену. «Проблема в том», – возобновляет разговор старший, – «что рефлексия не может быть отделена от неимоверно сложного процесса исторической эволюции и развития содержательных изменений картины мира. Это и есть подлинная суть проблемы рефлексии, и она не может быть решена одномоментно, раз навсегда. Это вечная проблема. Она, по сути, совпадает с проблемой истории человеческого мышления, науки, культуры». «Отнюдь», – возражает младший, – «не совсем так. Вы никогда не связываете понятие рефлексии с понятием свободы. А ведь уже у Канта акт рефлексии – это обретение свободы. Мы можем заключить, что понятие свободы необходимо для того, чтобы понять, что такое рефлексия». Хорошо. Что из того? У нас есть схема рефлексии, и мы знаем, как они работают. А если непонятно, знаете анекдот? Студент задает экзамен, и все ответил, вроде неплохо. Профессор спрашивает. «У вас есть вопросы?» Студент говорит. «Я все понимаю, только не понимаю, почему провод прямой, а электрический ток синусоидальный. Как это получается?» «Ха-ха!» – коротко смеется младший. «Этот студент не из моей группы». В таком случае вы знаете, в чем фокус. Непонятно, имитирует ли схема сами процессы. Что происходит, когда мы ее читаем? Ведь если прямо и непосредственно, минуя опосредующую роль деятельности, наложить схему на объект, то ничего не получится. А вы говорите «свобода». Какие способы описания свободы вы можете предложить, кроме развитых в наших схемах рефлексии? «Я не вижу других форм», – вдруг соглашается младший. «А я не вижу в ваших утверждениях чего-либо нового по сравнению с тем, что уже сделано в философии». «Хлопают пробки из бутылок шампанского, кто-то сует старшему тарелочку с дольками апельсина. Полукруг людей расширяется, лица веселеют. Мне схема, предложенная вами, близка, – примирительно говорит младший. Так или иначе, нами она обсуждалась, и мы сочли изучение рефлексии некой частью пройденного нами пути. Ваш доклад пробуждает мысль и в целом доставил мне большое удовольствие. Ведь когда мы поставили вопрос, каким образом описать свободу, то обнаружили, что знаем сегодня только один способ – это описание ограничений, наложенных на нее. Мы поняли, что должны научиться точно и четко регистрировать ограничения. Так появились рефлексивные многочлены. Типа «перед х нет и не может быть картины, которая имеется перед у». Иногда, – рассуждает старший, – легче сделать самому, чем рассказать другому. Разумеется, все многочлены имеют тот же самый смысл ограничения, выраженный в позитивной или негативной форме. Скажем, что вы видите перед собой в этой зале? Спонтанное продолжение прений, фуршет, непринужденное общение или какой-то другой аспект коммуникации? Тот аспект, который открывается мне, покажется вам странным. Старший делает широкий жест, приглашая окружающих присоединиться к беседе. Видите ли, позиции каждого из нас при обсуждении столь же различны, как если бы мы различались, будучи одеты кто в брюки, кто в бридже, кто в юбке или даже в соронге, пончо, бикини. Мы с вами оба в рабочей робе и, может быть, сказками на голове, не замечали? А я вот вижу сейчас очень даже отчетливо и жду, когда вы положите свой камень в кладку общего дела. О чем это говорит? Общий для всех механизм рефлексии прост, но содержание сугубо индивидуальное. Но тогда мы должны спросить, горячится младший, а что все-таки существует и остается существовать, когда мы пользуемся рефлексией? Чего нельзя нарушить? Что является тем инвариантом, который нельзя нарушить, когда он сам становится предметом рефлексии? Что является тем, над чем рефлексия поднимается и что она, тем не менее, преодолеть не может, будучи всегда и всецело заключена в его рамках? Предлагаемая попытка зарегистрировать законы жизни ограничений и есть способ анализа, который можно назвать рефлексивным. Акт рефлексии – это изменение статуса свободы. Одобрительная волна перешептываний пробегает среди окружающих. Старший откладывает блюдце с апельсиновыми корками, замечает. Все зависит от того, какую задачу вы хотите решить. Иногда надо протрактовать что-то искусственное, что другие могут считать вполне естественным. Если ввести рамку реинкарнации, вы то, что другие считают естественным, начинаете трактовать как искусственное. Это просто специально обученные люди. Он небрежно указывает на открытое окно с наблюдателем и его классом. Они берут душу умершего и пересаживают в новое тело. Ищут подобие тел и все. Опустив подбородок, он вроде как старается спрятаться от непрестанного взора со стороны. В этом нет недовольства. Просто так устроен мир, что с этим поделаешь. И старший угадывает это его устройство. Это техническая работа специально обученных людей, повторяет он. Там, где они этим не занимаются, это происходит как попало. Поэтому бывают всякие отклонения. Не в то тело попал, не там и не в то время родился и тому подобное. Наблюдатель приостанавливает трансляцию. Слушатели ждут разъяснений. Он что, видит нас? С некоторым даже возмущением констатирует НАТО-мажор Касая. Нет, определенно нет, уверенно заявляет наблюдатель, вместе с тем лишая индивидуальности фигурки на плоском экране. Затем, подумав, удаляет и саму схему. Изображение, замерзшее в проекционном окне, тоже, очевидно, вызывает у него опасения. И он одним махом убирает многочисленное, мельтешащее восьмерками окружение, оставляя собеседников наедине. А не означает ли это, будто бы в пустоту обращается совка, что и мы пользуемся той же схемой? Мы не то чтобы пользуемся, замечает наблюдатель. Мы сами часть этой схемы. Мы в ней живем. Точнее, мы тоже живем по ее законам. И как с этим жить? НАТО-мажор приклеивается к нему взором. Как теперь быть, вы хотите сказать? Жить с этим как? НАТО, не мигая, повторяет вопрос. Боитесь дефинистрации? Определенно нет, резко формулирует НАТО. Быть выброшенной в окно не боюсь. Потому что, думаете, легко освоитесь и там. Нет, так не думаю. Он нам в лицо пальцем тычет, вдруг бросает сутуны. Полноте, смеется наблюдатель. Да так ли? А я не вижу. Прямо так и сказал. Они берут душу умершего и пересаживают в новое тело. Ищут подобие тел и все. Во-первых, это не про нас. Никакие души умерших мы не берем и в новые тела не пересаживаем. А как же? Пытается что-то сказать НАТО, но тут же замолкает, ловя мгновенный блеск в глазах наблюдателей. Во-вторых, окно на то и проекционное, что это мы проектируем объекты по ту его сторону, а не они нас. Так, 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 отвечает класс. И в-третьих, следует помнить, что внутри человека всегда существует строго определенный персонаж, который занимает ту или иную позицию. Даже когда человек пытается уничтожить его актом своей рефлексии, разоблачая «неизвестно, кто ты такой и что ты по этому поводу думаешь» и поступая наперекор, на деле персонаж никуда не девается и выполняет свою работу. «Как это?» – недоумевает Сутургин. «Так это!» – вставляет Совка. «К этому в первом приближении сводится функция наблюдателей. Можно я объясню?» «Валяйте, то есть объясняйте!» – соглашается наблюдатель. «Возьмем, к примеру, младшего!» – начинает Совка. Фигура примечательная в любом плане. Мастеровая фамилия, унаследованная им от французского длинного рода. Живет на два континента, известен на весь белый свет. В детстве читал комиксы и сумел привязать эту необычную для его культурной среды графему к практике схематической работы в сообществе старшего своего товарища. «Право мне о комиксах ничего не известно», – озадаченно отмечают наблюдатели. «Ну, это только одна из гипотез. Можно ведь сделать так, как будто бы и читал». «Можно». Младший сразу ощутил себя одним из центров интеллектуального притяжения. И не зря. Его теоретические модели неоднократно подтверждены экспериментальными исследованиями, как в условиях земного, так и в условиях, приближенных к земному существованию. «Примеры», – бурчит сутулый. «Пожалуйста. Агебра совести, математическая модель субъекта, обладающего совестью, позволяет описывать рефлексивные взаимодействия индивидов, многократно отображающих друг друга в самостоятельно открываемых проекционных октах». «Все это дрянь», – недоволен сутулый. «Совесть не поддается формализации. Иные вообще считают ее понятием пустым или надуманным. А вот и нет», – совка выводит две группы фигурок. «Разрешите?» «Валяйте». «Валяю». «Перед нами два окна с этическими системами. В одной из них ложка дюктя потит бочку меда, и объединение добра и зла оценивается как зло. Другой – благая цель оправдывает дурные средства, а значит, объединение добра и зла оценивается как добро». Специально для сутулого она добавляет к первой группе чертенка харкающего колодец. Во второй группе фигурки в фуфайках с порядковыми номерами с троем шествуют мимо вышек колючей проволоки и мраморных тумб мавзолеев. И что? – слышится недоверие к совке. А вот что. Мадея обнаруживает, как в той системе, в которой объединение добра и зла и зло – индивиды возвышаются в собственных глазах, если сотрудничают друг с другом. А в той системе, где объединение добра и зла оценивается как добро – индивиды возвышаются в своих глазах, только если вступают в конфликт. – Что значит «возвышаются в своих глазах», – упорствует сутулый. – Мне это непонятно. – Довольно, – решает наблюдатель. – Вам, слушатель второго порядка, Мартин бемоль сутулый, два наряда вне очереди. С местом действия первого ознакомитесь по рукописи Александра Исаевича, Щ. 854. Срок прохождения определит автор. Вывод, при каких условиях индивиды способны совершать свободный выбор, а также решение дилеммы заключенного, заванит. Вторым будет наряд мустангера Мариса Джиральда. Подтяните живот и поступите в распоряжение Кассия Калхауна и Исидоры Каварубио де Лос Льянус, пока в самой развязке что-то естественным образом не прояснится в вашей нейронной сети. – Так? – Так, – уныло отвечает Мартин. Сутулость его усугубляется, пузо выпячивается, как начинка в плохом рулете. – Я это подготовиться должен. – Фуфайку сшить и лосо очинить, – шипит на ухо косая. – Жаль его дуака, – думает Совка. – Почем вернётся на семенах, поумнеет. – Не поумнею, – раздражённо оборачивается Сутуло, – многознание уму не научает. Ваша задача – обрести не ум, а чувство, то же самое чувство, пережить, а не поумнеть. После возьмёте нужный семиотический тренд, поймёте, что значит возвышаются в своих глазах. Это будет для вас диспозицией для суждений об алгебре совести и математических моделях соответствующих субъектов. – Так? – Так. – Разрешите приступать? – Погодите. Собеседники оживают. – Вы ошибаетесь, – говорит старший, – думая, что системы бегают вокруг нас. Мы не живём в мире, населённом системами. Мы можем мыслить или не мыслить системно, но если мыслим системно, то да, можем сопоставить нашим организационным представлениям соответствующие процессы объективации и реализации тех или иных задач. Вот детское стремление сыграть роль героя – это ведь тоже позиция внутри нас самих, возможность непредсказуемого развития. Ибо рефлексия возможна по отношению к любому элементу деятельности – к природному материалу, общественному нормативу, правилам, методам, самому рефлексирующему, ибо человек – тоже материал и элемент систем деятельности. Вам бы с такой установкой, прячет руки в карман младшей, не лекции в университете читать, а с небес народами править. Всё, всё во власти самого человека. У нас есть для этого все возможности рефлексивного восхождения. Современный, достаточно изощрённый человек, зная механизмы мышления и владея собой, может в одиночку имитировать связи кооперации любой сложности. А это значит, что он без труда может имитировать любые и всякие рефлексивные процессы. Я сказал это короче – дайте мне рефлексию, и я переверну мир. Задача не в том, чтобы крушить и переворачивать. Кстати, вы не заметили, как мы остались одни, нет? Так вот, критики Канта далеки от критики в собственном смысле слова – это проблематизация, анализ, рефлексия. Для меня не так важно согласование с классикой, для меня это куда менее существенно, чем для вас. Мне кажется, во всяк случаях, хорошо знать, кого повторяешь. Во всяком случае, до сих пор, – раздражается собеседник, – я не знаю другого способа описания свободы, кроме как через описание ограничений. – Каких ограничений, – воскресает старший, – те ограничения, которые человек устанавливает для себя, – он извлекает то из природы, то из своей деятельности, а бывает, что из чужого опыта. Он извлекает их из чего-то, лежащего вне его сознания, чтобы зафиксировать в знаниях. Камень, сколь высоко его не подбрось, всегда падает вниз. Люди несовершенны. Законы могут трактоваться превратно. Вы же из всего этого берёте только один тип ограничений вытекающий из структуры деятельности и готовы придушить любую теорию в зародыше, пользуясь рефлексией, как удавкой. Разве это свобода? – Вот и вы не можете не говорить о свободе. Нет смысла определять, от чего это свобода. Это свобода выбора. Хочу – сяду, хочу – возьму милы и напишу что-нибудь формализованное, а могу и не захотеть всё это делать. И я буду поступать свободно, если картина той ситуации, в которой я живу, и меня самого, как элемента этой ситуации, будет у меня перед глазами. Живая ситуация на живом экране перед умственным взором. И вот тогда, как в песне «И слёз из темноты» знание о механизмах свободы, о механизмах человеческой активности позволяет сказать, почему мы поступаем так, а не иначе. Полагаете, что существуют какие-то особые механизмы свободы? – Да! Рефлексия – единственный её механизм. Испытание на разумность, цельность, обоснованность. Какие элементы наиболее уязвимы – этот вопрос мы пока не рассматривали, но, думается, ни один элемент не выдержит такого испытания, если преследовать разрушительные методологи. Может, оно и так свыкается с этой мыслью младший. Вы делаете большое дело. Слушая ваши лекции, многие захотят стать методологами. – И напрасно. Старший настроен на окончание разговора. – Напрасно? – По-моему, вы ничего не поняли. – Это как? – В этой стране уже есть один методолог. Наблюдатель закрывает проекционное окно. – Ну что? Как вы думаете, что предпринял младший? – Он так и стал методологом за океаном. Голос координатора раздаётся откуда-то из пространства. – Верно. Именно методологам. И в другой стране за океаном. – Людвиг! А что ещё ему было делать? – упорствует координатор. – Неужели коротать свой век за свободу самому неизбежно ограниченным несвободой? Наблюдатель отсылает вопрос аудитории. Есть ещё варианты. Но если допустить существование рептилоидных сущностей, – предполагает Совка, – в условиях земного мира миф твои рептилоидные, – ворчит Мартин Бемуль Сутовый. – А если за пределами, – провоцирует наблюдатель, – есть такие, кто мыслит системно. – Рептилоиды или драконианцы – особи коллективные, – комплектация сознания базовая, – условия существования, приближенные габитусу земного. Занятия идут своим чередом. Часть 2 Реальность, куда ни кинь, Очень одинокая и холодная штука. А руки мураками – тысяча кум восемьдесят четвёртый. Шмонаю долго. Ткнут по выбору, значит, снимай валенок, зэк, прыгай на одной ноге, портянку вытряхивай. Вроде скоро по отдельности управляются. Отпадишь ты, сколько заключённых скопилось. День рабочий на морозе с расторопным своим напарником – шлёп раствор, шлёп шлакоблок. Поймёшь, каково это в колонне безымянным персонажем стоять. Даром, что глухонемой, слова лишнего не проронишь. Одна мысль тюкает – в тепло, скорее в тепло. Лагерь, какой утром оставили, такой и сейчас. Огни над сплошным забором, густо горят фонари перед вахтой, и вся площадка для шмона, как солнцем, залита. Скорее в барак, согреться скорей. Да разве может какая ещё мысль осенить на эдаком-то морозе? Всё говорит во власти самого человека. Вам открыты все возможности рефлексивного восхождения. Вам, да не нам. Механизмы мышления, связи к операции и любой сложности, говорите. Тут связь одна – за бригадира держись. Тот в обиду не даст, когда не закосишь и работу сдюжишь. Процентовку хорошо закроет. Будет в доброй душе – пайка будет. Кормит он, бригадир. Да ведь шутка сказать у тех, которые по другую сторону от колючей проволоки. Что за рефлексивное восхождение? От сумы до от тюрьмы зарекаться бояться. Вот и всё восхождение. Где он, современный изощрённый человек? Чем занят? Без труда имитирует любые и всякие рефлексивные процессы? Это он может. Что дальше? Мёрзнет Мартин сутовый, нутром чует. Очень холодная и одинокая эта штука – реальность. Ну, что это такое? Не надо пытаться провести меня на мякине. Я стрелянный воробей. Я ж прекрасно помню, как вы доказывали Георгию Петровичу, что описание через ограничения – это единственно возможная формализация понятия свободы. А теперь, когда я вас спрашиваю конкретно, что фиксируют эти ограничения, вы всё переворачиваете и характеризуете свободу саму по себе, как будто это свобода, если реализация ваших ограничений. Ай-яй-яй, Владимир Александрович. Погодите. Давайте лучше я дам вам задачу и будем обсуждать всё на уровне конкретной задачи. Я знаю. В духе Лакотоса. Если в клетку с двумя лисичками подсадить двух зайцев… Это потом. Для начала представьте себе, что в город приехал бродячий цирк. Правильно. Предположим, грядёт что-то страшное. Бросьте. Так вот, циркачи вывешивают плакаты, что завтра в пятницу тринадцатого состоится представление. Так и аж о том же. Пятница тринадцатая. Хорошего не жди. Да, но дело даже не в этом. Горожане сидят у себя дома в креслах. Они догадываются, что представления не будет. Какое уж тут представление, о чём вы говорите. В чёрном-чёрном городе, в чёрном-чёрном переулке, в чёрной-чёрной квартире, в чёрном-чёрном кресле сидит чёрный-причёрный горожане. Время суток – чёрная-чёрная ночь. Пусть ночь, пусть не вечер. По радио объявляют – цирковое представление отменено. Ну, слава Богу, Владимир Александрович, так прямо от сердца и отлегло. Вы не торопитесь. Я спрашиваю, получил ли каждый житель города какую-то новую информацию по радио или нет? А разве не вы сказали, что все уже догадались без радио, что цирк приехал не ради развлечений? Догадались, сидя в своих чёрных-чёрных креслах. Да. Тогда что вы морочите мне голову? Ничего нового они не узнали. То есть никакой новой информации в радиосообщении найти не удастся? Это другой вопрос. Удастся оно вам или нет? Но, скорее всего, нет. Куда страшнее, если б из динамика крикнули «Отдай моё сердце, гад!» Вы уверены, что дали правильный ответ? Насчёт сердца – не знаю. Ответ, однако, ошибочный. Это почему же? Потому что вам чужда империя рефлексии. Империя рефлексии? Чужда мне? Не хотите ли вы сказать, что до меня не доходит, что цирковое представление, в конце концов, отменили? Вам не хватает осознания, что вы знаете, что цирковое представление отменили? Вот не сознаю, то есть и всё. Ладно. Я. Но при чём здесь горожане? Ваш пример относится к горожанам. И я так понимаю, вы утверждаете, что они подчеркнули какую-то новую таинственную информацию? Да. После сообщения каждому стало известно, что каждому стало известно, что представление отменяется. Ах, вот оно как! Это же иезуитство какое-то, Владимир Александрович. Вы ловите меня на одном этом несчастном бите информации и готовы предъявить доказательства, что ситуация в корне переменилась. Именно. По сути, я исходил из определённого рефлексивного ограничения, и вы, заимствуя позицию человека в кресле, приняли это ограничение. Уж эти мне ваши фокусы. До сообщения по радио у вас была догадка, можно сказать, знание о том, что цирк выступать не будет. Вы не знали и не могли знать, что у других она тоже есть. А если всё-таки знал? Не знали. По радио вы услышали то, что знали. Вы ведь и так знали об отмене циркового представления. Вместе с тем вы поняли также и то, что все жители теперь знают об этой отмене. Тем самым изменилось ваше представление об отношении горожан к выступлению цирка. Именно это я имею в виду, когда говорю, что изменился рефлексивный многочлен. 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 Это у вас настоящая рефлексивная скалопендра. Вы лучше послушайте, что я вам скажу, Владимир Александрович. Георгий Петрович составляет оглавление книг, которые никогда не напишет. Знаете почему? Потому что тот, кто понимает, сумеет по одному только оглавлению восстановить, что он думал, пока его составлял. Стало быть, и писать незачем. А тот, кто не понимает и восстановить не может, для того тем паче бумаги жалко. Представляете себе? Тонкие обложечки с именами авторов, а внутри оглавление, оглавление и приблизительное количество страниц. Не спорьте. Оглавления могут быть самые подробные. Не в этом цинус. А в чём? А в шеврате понимание. Только взглянул на имя автора, повертел ключики к его мысли. И всё. Содержание понято в полном объёме. Так удобно бульварную литературу читать. Пустое. В семиотические дебри вы таким манером не углубитесь. Нет, позвольте не согласиться. Раз уж вы семиотик, психолог, вот где испытание рефлексии на глубину понимания. Математическая задача в германифтической области. Главы. Двери с номерами. Параграфы. Тропы. Структура построения. Система координат. Вдумывайтесь, считывайте, зрите в корень. А вы говорите – многочлен, рефлексивное управление. Майским утром в университете одной из столиц. Вы знаете НАТО, какую игру придумал Лефевр? НАТО, аспирантка кафедры философии, удивлённо поднимает тонкую бровь. Это входит в программу кандидатского минимума? Входит. Первый раз слышу. Энциклопедические данные очень быстро устаревают. Жизнь, знаете ли, не стоит на месте. Так что же? НАТО смотрит в упор. Вы на мне дырку протрёте. При подготовке пользуйтесь журнальной литературой. И да, чтоб вы знали. Один индивид передаёт другому информацию, которая может служить для принятия решений. И заставляет его принять нужное ему решение путём манипулирования этой информацией. Это называется рефлексивное управление. НАТО просит поменять экзаменационный билет. За окном молодая листва. Декабрьским вечером в одном из университетов Калифорнии. Так стало быть, Софья Толстая – это вы? Я? Вам знакома теория рефлексивного управления Владимира Лефевра? Да, это когда интеллектуальные взаимодействия индивидов рассматриваются как рефлексивные игры. А если один из индивидов всячески противодействует? Калифорни специально для этого придумал экспериментальный автомат – автоматическое оружие. Отнюдь. В данном случае это теоретическая конструкция с парадоксальным свойством оптимизации. В чём его парадоксальность? Автомат работает лучше, когда ему мешают работать. Как я вам сейчас. Ну, почти. А что скажете по поводу его же «космического» субъекта? Эта тема – динамическая модель субъектов, которая работает нейронных сетей мозга подобно цепочке тепловых машин? Паровозов? Турбин? Пожалуй, габариты не те. Согласен. И КПД невысок. Тогда каких? Ну, хотя бы двигатели внутреннего сгагания. Допустим. Что это даёт? Модель объясняет, откуда берётся пропорция золотого сечения в психологических экспериментах и социальных опросах. То есть, без геометрии – никуда. Да. А что такое золотое сечение? Надо подумать. За окном – молодая листва. Так что ещё позволяет описывать термодинамическая модель? Лефевов утверждает, что вообще любовь субъекта, который может существовать в космосе, даже если это потоки плазмы, структурированные магнитным полем. Так. Модель объясняет сущность медитации, гармонические интервалы в музыке. Поскольку математические закономерности в модели сознания и в гармонических интервалах одни и те же, Лефевов заключает, что в потоках сигналов из космоса нужно искать музыкальные соотношения, и когда мы их найдём, мы откроем внеземные цивилизации. Совсем как у Спилберга в инопланетянине. И в близких контактах третьей степени тоже. Чудненько. Хотя цивилизации это сказано сильно. Быть может, все мы в некотором роде потоки плазмы. И даже не подозреваем. Но подозреваем. Нас отправила в космос музыку для инопланетян. Наса ступила на каверзный путь. Сподвижник Лефевра в годы его университетской молодости предпочитал последовательное движение великим прорывом. Ценностью в этом смысле является схема, если не догма. Прозрения вспыхивают и угасают, гении капризны и непоследовательны, их жизнь быстротечна, поступки непредсказуемы. В науке же важен метод. Вы хотите сказать, что если последовательно придерживаться схемы, то сама ее логика более ценна, чем гениальное озарение? Конечно. Вы так не думаете? Я предпочла бы иметь дело с гением, но ездить по автобану. По-видимому, у вас есть из чего выбирать. На кого будете работать, коллега? На себя. После защиты степени по деловому администрированию Софья Толстая занялась маркетингом стартапов Кремниевой долины. Субъект всегда граница мира. Мир кончается там, где лучи его звёзд собираются в изображении на сетчатке. Чем занято сознание? Производством смыслов. Комбинат по производству бытия. Машина смыслов. Вот и системы знаков тоже не что иное, как семиотические машины. Смысл к знаку. К смыслу объекта. Такая репка получается. Мы живём в мире знаков и развиваемся путём создания всё более сложных семиотических машин или систем знаков. Каждая из них имеет свой цикл жизни и свою разрешающую способность действия в мире вещей. Когда задачи не решаются в старых знаковых системах, проходит некоторое время – пять, десять, триста лет, и человечество придумывает новую знаковую систему, в которой нерешённые прежде задачи находят решение. Собственно, назначение сознания в том, чтобы производить смыслы и производить их довольно произвольно или свободно. Иногда смыслы составляют понятия, но чаще – это смысловое пятно, которое, если и проясняется на какое-то время, затем снова дополняется множеством разных неясных пониманий, размывающих контуры, стирающих границы его применимости, пока целое не распадётся на части, рассыплется, как в калейдоскопе на тысячи мелких, незамутнённых единством осколков. Пределы языка – границы мира. Философ следует по его кромке. Образование смыслов напрямую зависит от позиции агента действия, глубины его рефлексии, от организации и понимания самой работы, организационной игры, в которую он вовлечён. Взять хотя бы притчу о Шарферском соборе. Все строят собор, но на вопрос, чем занят, один отвечает, что кладёт кирпичи, другой – что зарабатывает деньги, дабы прокормить семью, третий – что его работа угодна Богу. Окажись в такой ситуации, как ответил бы я. Что из того, что мы поняли законы движения о содержании, умеем мыслить по законам его развертывания. Я всегда был идеалистом. И в этом смысле я и мы точно такие же отпечатки нашей методологии и нашей игры, как сущности вещей и объектов, программируемых нами. Возможен ли в этой стране интеллектуальный переворот? Без него смерть. Почти сотню лет под властью тоталитарной секты. Но если нам удастся пропустить через организационные игры сотни тысяч людей и создать массовый класс своих сторонников – директоров предприятий, начальников цехов, секретарей райкомов, горкомов, обкомов, судей, преподавателей высшей школы, министерских чиновников всех рангов – это будут наши люди сначала здесь, затем там и, глядишь, они уже везде. Мы запустим механизм общественного самоисцеления. Никто ничего не поймёт, а мы всё изменим, всех перетасуем. Страна пойдёт в другую сторону. Вроде как прыгает перед тобой манипулятор, а потом вдруг раз – скакнул вверх – и висит. Зацепившись ногой за крюк люстры, сардонически глумливо ухмыляется. Ну, как я вас уработал, а? Всё же армию, КГБ, МВД оздоровить не удастся. Нас туда близко не пустят. Ишь, чего учудить захотели – организационно-деятельностные игры в системах с запретом на рефлексию. Хотя и это не беда. Силовики системы, действующие по приказу. Будет приказ из политических верхов – выполнят и всё. Крупный бомбейский сапфир сияет гранями, преломляя лучи прозрачные роговицы. О чём это сказано? Смысл не может быть не распят традицией понимания. О годах трудов, рефлексивном восхождении, о жизни и смерти. Традиция губит новейший смысл, новое понимание, как старики и академики распинают чуть возникшее веяние в искусстве. Смысл должен быть сильным, чтобы выжить в изначально недружелюбной среде. Выжить или воскреснуть. Тогда человеческое существование не исключает развитие, которое как раз в том и состоит, чтобы производить как можно больше смыслов, и чтобы смыслы эти как можно более различались. Требовать какого-то единообразия смыслов, значит оставаться на месте. А в непрестанно меняющемся мире это путь в никуда, уничтожение мыслей действия к самому зародыше. Однако сами по себе свободные, произвольно созданные смыслы не дают ни истинности, ни результата. Их нужно объективировать и проверить на деле. Так создаются объекты, а не суть инварианты всех наших разнообразных смыслов. Объектное поле, служащее плацдармом деятельности. Произвольно и свободно создаваемые разнообразные смыслы обязательно должны быть приведены к этой объектности. Иначе как еще достичь необходимого уровня свободы и одновременно необходимого уровня общей для всех необходимости? Расходиться в образовании смыслов и затем сходиться вновь в создании объектов и объектности. Такова судьба людей. И здесь есть ограничения. Для всякого, кто занят своим предметом, логика – рамка. Он редко задумывается об используемых средствах. Для меня средство мышления – это предмет. Мои рамки – возможности рефлексии и языка, а они потенциально бесконечны. Это мой путь. Подобно лучам, исторгнутым гранями сапфира, взгляд философа исполнен силой экстатического вдохновения. Напряжение нарастает. Идеям нужно выйти к той границе, где они смогут развиваться и жить. Так вот, если смысл у каждого агента действия свой, а объект один на всех, не означает ли это, что рефлексия есть сведение разных смыслов к единой объектности? А что такое тогда сами объекты и объектное поле, как не те или иные способы организации рефлексивного возвращения из мира смыслов в мир совместного действия? В чистом остатке человеческого действия в объекте остается человеческая же коммуникация и понимание. И ни один объект не выдерживает испытания рефлексии. Ничего нетленного. Всё сиюминутно, подвижно, обусловлено утилитаризмом некоторого рода. А значит, фундаментально ненадёжно, надуманно. Сразу хочется переиначить мир. Реки повернуть, тоннели пробить, мосты навести. А что касается общества, так порушить всю эту корявую, стихийно обустроенную систему до основания, а затем на ровном месте из ничего достичь всего, чего хочется? Ни в коем разе. Без метода. Без трудной понятийной работы не с ровного места начинать приходится, а из ямы, если не из бездны, леса возводить. Рефлексивное восхождение, различные формы фиксации знания на каждом уровне оставляешь частичку себя. Не растерять бы совсем. Да и какая субъективность выдержит отражение в бездне зеркал? Тоже ведь порождение механизма рефлексии – первоначальное испытание слова. В бесконечном мире причинной необходимости, мыслимом нарочитой древней, в окладе благообразной старины, смыслы, идеи, младенчески безгреховные и невинные, обретают форму тел, объективируются в неодушевленные вещи, сущности или предметы, но также и воодушевленные существа с именем, фамилией, волей. Сколько им предстоит дел и сколько бед их подстерегает – одному Богу известно. Горечь и негодование клокочут в груди Кассия Колхауна. Джентльмены, я рассказал всё, что знаю. В ту ночь Генри Поэндекстер не вернулся в Касса дель Корво и никогда больше не ложился в свою постель. Его ложем стала прерия, где, в каких зарослях искать тело несчастного известно убийце, а именно этому человеку. Драматический жест разоблачает виновного. Никто больше не сомневается в том, что Мустангер – убийца. – Повесить! Повесить! – волна озлобления захлёстывает толпу. Мустангер смотрит диким, блуждающим взором, всполнен безразличием к ужасному обвинению. – Вздёрнут без некролога! – слышится ему мысль. – Смерть! Смерть врагам народа! Расстрелять, как бешеных собак! – доносится с другой стороны. – Обложили! – понимает Мартин бемоль сутулый, но пошевелиться не может. На мгновение его участь представляется ему достойной высокого трагедийного слога «Сафокла» и «Эврипида». Но это было давно и, как говорится, неправда. Здесь же будни дикого запада. Зимы лагерного востока. Ни с того ни с сего припоминается лицо какой-то красотки. Кто она? Исидора Коварубио де Лос Льянус? Нет. Ната-мажор Кассая. Бред! Зачем она здесь? Уже не восемьдесят шесть, а девяносто девять из ста требуют немедленной казни. Судья молчаливо соглашается с приговором. Какой-то шнырь бросается к его персонажу, хватает лосо и быстро накидывает петлю на шею. Никто не вмешивается. Калхаун доволен. У шныря нашлись помощники из таких же негодяев, только что стерегших пленника. – Взярни его! Вешай! – кричат джентльмены. Сук смоковницы служит перекладиной импровизированной виселицы. На шее мустангера туже затягивается петля. Еще немного, и его бренное существование завершено. Часть третья Вся наша реальность состоит из бесконечной борьбы между тем, что действительно было, и тем, что не хочется вспоминать. Харуки мураками, тысяча ку, восемьдесят четвертый ку. Координатор, как обычно, предложил рюмочку коньяку. – А не хлопнут ли нам по рюмашке, а? – Людвиг, и что вы смотрите на меня таким девственным взором? – Ну, прямо нато-мажор косая. – Что делать? – Хлопнули. – Сокусили. – Что прикажете делать? – координатор щурится и с удовольствием причмокивает губами. – Все-таки ради одного этого вкуса имело смысл замутить бодягу с сотворением мира. Вы согласны со мной? – Не обессудьте. – Людвиг убирает рюмки обратно в шкаф за стекло. – На земле есть ещё много прекрасных творений. Закаты, восходы, морские путешествия. – Вам, Людвиг, так и не чуждо эмпирическое любопытство. На то вы и наблюдатель, чтобы за строгим потоком математических оснований созерцать чудеса телесного воплощения. Мне же вполне хватает этого долгого, смолистого, тончайшего послевкусия древа Вселенной. Коллега, древо Вселенной ясен. – А коньяк, если не ошибаюсь, дубовая бочка? Увы, я редко различаю нечто достоверное из этого ряда явлений. – И нисколько от того не страдаю. Вы непременно исправите и поможете разобраться, голубчик. – Помогу. Бывает, что из нестабильных элементов, среди со множеством отягощающих факторов, удается сложить стабильную работающую систему. Но это, скорее, исключение. Элементы сами должны объединяться в системы. Вот как звезды. Их спутники. И спутники их спутников. – Людвиг. Голубчик вы мой. Это занятие для архитекторов. Миры, планеты, синтез гелия из водорода, условия существования белковых тел, кремниевые скелеты, карбоновые заморочки, чёрные курильщики, фосфатные месторождения. Пусть их – увлекательное масштабное занятие. Но разве может сравниться с нашей сферой? Ведь мы – управленцы, Людвиг. Каждый на своём малом участке работы, по мере возможностей рефлексивного управления, занят нечеловеческой ношей человеческого мира. Вот так несём, несём и когда-нибудь бросим. Вы напрасно иронизируете, голубчи. Бросим? Обязательно бросим. Должны же они чему-нибудь научиться внутри этой своей исторической скорлупы. Не научиться там – научим здесь. Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, и смешные букашки облепили его. Нет, Людвиг, нет. Здесь они получат только совокупность знаний, а всё, чему научились – это оттуда. А как вы хотели? С выходом за пределы истории обучение начинать? Бьются, вьются, жужжат эти ваши букашки и с расчётом на вечность исчезают, как дым, не поняв ничего. Поглядите на бравого строителя коммунизма Мартина Бемоля Сутунова. Скажите, много он понял за свою недолгую жизнь? Правильно. Там, на бешеном шаре, не понял ничего. И здесь никакой Александр Исаевич ему не прояснит. Что? Кое-что прояснил? Ну, будем надеяться. А если не он, так верёвка на шее. А высоко вверху время, старый обманщик, как пылинки с цветов, с них сдувает года. Это ведь мы с вами в амплуа старых обманщиков предстаём? Забавно ведь, а? А рифму к обманщику подобрать возьмётесь? Рифма простая. Шарманщик. Ну, да. Вам-то прекрасно известно, как это в их знаковой системе получается. А я всё же спою. Замолчи, 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 сумасшедший шарманщик. Этой песни нам лучше не знать. Никогда. Никогда. О, вы поёте авторским голосом? – удивляется Людвиг. – Я и вашим голосом могу. Только он у вас не совсем музыкальный. Букашки. Бешеный мир. Это в точности о предмете нашей заботы. Безошибочное представление. А почему бы нам с вами не пригласить на посиделки этого самого автора? У меня в шкафу где-то блюдце завалялось с кодами. Свеча всегда на готове. Вот он столик любезный. Ну, что, крутанём? Я до сих пор по старинке норовлю. Вызываем духа. По старинке он нам и ответит. А, понимаю. Погонит, как ваш любимый подопечный, взошей. Слушай, если ты такой умный, иди строй своё, а мы строим своё. Очень даже обстоятельно представляю себе всю нашу коммуникативную ситуацию. Не совсем, чтобы всю. Да через что вы хотите непременно меня переубедить? Этот же, который взошей, не признаёт собственности на идее. Отчего ж? Если вы ознакомили подопечного с Небесным кодексом, это зря, напрасно и преждевременно. Вам, Людвиг, отвечать придётся по всей строгости закона. Ни в коем разе. Просто он считает индивидуальное мышление абстракцией, совершенно не соответствующей эпохе. Ах, вот оно даже как! Ну, так я вам скажу. Опередил ваш подопечный своё время на целую эпоху. И что? Он сам это сделал? Да кто ж вам поверит? Или, хотите сказать, он из этих извещих юношей? Уйдут от глупых старцев и оснуют мировое государство граждан одного возраста. Почти как мы с вами. Ха-ха! За это не грех! В руках возникают рюмки. Вы опять за своё! Наблюдатель явно не в восторге от инициатив. Людвиг, голубчик, диалог ещё возможен, или вы таки уже однозначно правы? Вам прекрасно известно, как мне дорого всё земное. Уют этот мебель домашняя, шкафчик с фужерами, посуда, графин на столе, лампа под абажуром. Провалимся в тартарары с вашим графином. Людвиг, не делайте мне нервы! Мы обманщики или нет? Проекционное окно закрыто, трансляция на паузе, слушатели на практике – всё идёт по плану. И что это у вас за настроение такое пессимистическое? Провалимся! Отсюда уже не провалимся! – координатор хитро подмигивает. Во всяком случае, пока не было прецедентов. Будут. Может, и будут. Зарекаться не стану, но, как говорится в базовых семиотических системах, водка стынет, бабы сохнут. А это что значит? А значит, что по рюбочке, по маленькой налей, налей, налей. Буль, буль – издаёт бутылочное горлышко. – Вот так хорошо! – радуется координатор. – Коньяк только из бокалов! – не сдерживается Людвиг. – Да что вы говорите? – А что ж раньше молчали? В этой своей заоблачной ипостаси у меня голова идёт кругом. Чувствую себя то голубем, то памятником. Так и хочется себе на голову гадить. Рюмки меняются на фужеры, фужеры – на бокалы. В бокалах святая вода. Бесконечность белых линий на белом «Каждый раз шлюз нагоняет на меня тоску», – заявляет нато-мажор Касая. Её облик в оттенках белого угадывается слабо и вместе с тем достоверно. Чувствую вялость, усталость, апатию. Всё опытное разочаровывает, а сверхопытное тонет в суе. Сосредоточься на главном. Квартовый процессор оптимально настроен на оздоровление нейронной сети и санацию разума от чудовищ. Работает медленно, но методично. Ты всё упрощаешь? При чём здесь процессор? Это моя апатия, а не его скорость. Что же, ты думаешь, твоя апатия вне алгоритма? А с чего бы ей сделаться его частью? День аласиз – лимонолистый лес. Нет, апатия – не его частость. Особый твой алгоритм. Процессор подстраивается под наши алгоритмы, считывает их, обобществляет. А потом у нас появляется возможность видеть друг друга, беседовать, понимать. Ты что же, думаешь, я не знаю? При ловле рыбы пользуются вершей. Поймав рыбу, забывают про вершу. Ловушкой пользуются при ловле зайцев. Поймав зайца, про ловушку забывают так же, как и про вершу. Слова нужны для беседы, чтобы высказать смысл. Постигнув смысл, забывают слова. Где бы найти забывшего про слова человека, чтобы поговорить? На земле не наговорились? Там всё какие-то экзамены были. То учись, то рожай, то трудись. Не минуты покоя. Дур-дурум-ёк. И ты отнеслась к ним серьёзно? А как же иначе? Иначе нельзя. Не знаю. Я следовала другому подходу. В мире всё забываемо, заменяемо и посылаемо. Тебе можно, совка. Ты на западе родилась, а мне опять север достался. В ды, снега, ветер, что Эрик на тебе подарил. Себя, свою любовь и север. Э, подруга, в том-то и дело, что не было никакого Эрика. Всё равно кто-то был. Был русский человек, а он, болезненнее всего, переносит здоровый образ жизни. Всё в людских отношениях тыложно. То подумай не так, то не так пойми. Ты его лечила? А как же? Лечила и лечилась вместе с ним. Он брал взятки, покупал недвижимость в разных частях света, но так и не жил. Одним, как известно, Бог даёт крылья, а другим – пенделей. И все вроде бы летят. А такие разные ощущения. Да, ощущения нешуточно разные. Я вот своим за ободком жила. Знаю. У тебя никогда не получалось выйти замуж по расчёту. Я не пыталась, потому как не хотела. Если бы даже и хотела, то не смогла. Конечно бы не смогла. Причина кроется в том, что ты, Совка, чистый гуманитарий. Зато я умею жить по средствам. Тоже мне умение. Жить по средствам несложно. Сложно найти средства, по которым жить. Это так. А когда перепуганный, очеванный нищий бессознательно выполнит гаевуазный приказ, ты слушала самого, видела, говорила? Слушала, и видела, и говорила, и не однажды. Тогда, можешь считать, практика удалась. Блажен, кто посетил сей мир, В его минуты роковые. Да знаю я. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Наших бы все благих на такой пир. Так и вижу координатора под окнами роддома, а Сара ему и кричит. Слушай, Беня, то, что мы думали, что оргазм – это, оказывается, бронхит. Да, высокое зрелище. Перепал же тебе – мало не покажется. Но что же сам? Как твои впечатления? Впечатления, как впечатления. В студенчестве на грани ареста, в середине жизненного пути подписывает письмо против подавления танками человеческой свободы, в результате уволен с работы, из партии исключен. К концу, я ведь была до и после, больше всего запомнилась последняя встреча. За полгода до представления. Он ехал в метро. Был поздний час, и в полупустом вагоне мы сидели напротив. Он был весь в себе. Я наблюдала. Что-то заставляет НАТУ внезапно оборвать разговор. – То был угадший лев? – Да. Вещие юноши тоже когда-то ведь угасают. – Такова жизнь. В бесконечности белых линий проступают очертания эскалатора. – Ну, ладно. Не плачь. – Не плачь, говорю тебе. В голосовке дрожит, срывается. – Едем. Едем. Едем навех. Нас и так уже заждались. Эскалатор движется тихо. Нужен профессиональный подход. Рыданиями здесь не поможешь. Ну, обойми меня. Помнишь, как там? Он их высоких зрелищ зритель. Он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, проглатывают гласные нато. Правильно. Из чаши их бессмерти пил. Вот так, так. Видишь, как воздастся. Всё. Всё. В изгибах и складках белых линий лента эскалатора теряется, как в облаках. Не кажется ли вам, коллега, что самое время завязывать с этой вашей расслабляющей обстановкой? Людвиг, я вас умоляю, что вы имеете в виду? Кому от этой моей обстановки хуже? Мировой истории, свету или закону? Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей для начала своё хорошее настроение. А уют – это настроение. Что сопоставимо с его чарующей силой? Вы знаете, а? Скажем, надумали мы складывать или вычитать? Вы очень просто сопоставите этой арифметики счётные палочки или, как-то в примере у вашего подопечного, стадо барана. Натуральным числом натуральных баранов, дробным, скорее всего, тех же баранов, но в виде баранин. Идут бараны, бьют в барабаны, кожа на барабанах из тех же баранов. Хорошо, хорошо. Не будем оскорблять себя мясом. Поломаем счётные палочки. Одна, вторая, половина палочки, четыре пятых. Пятую часть отмерим и удалим. А вот я вас спрашиваю, что вы будете делать с неизмеримостью диагонали квадрата с его стороной? Что вы сопоставите квадратному корню? А корню третьей степени, четвёртой и далее до бесконечности? Скажите, не ваше это дело корни извлекать. А я вам скажу, голубчик, мой уют – это мой мир, моя галактика, звёздная система моя. Это искусственный объект порождения моей всеблагой рефлексии, чтоб было куда вас на пир пригласить и собеседников наших бессмертных. Они ведь любят академическую обстановку – тишину оливковых рощ или вот мягкие кресла. Что? Венские стулья? Можно и венские стулья. Всё это вот оно – непредставимая идея сама по себе. Какую хотите форму придайте – больно не будет. А уж как больно мне было! Как больно! Вы понимаете, голубчик, что это такое? Всё, что мы потеряли, коллега, разве не обрели вновь? Не совсем удачное слово – обрели. Обретают нечто готовое. Мы же, сколько себя помним, вечно строим свой дом. Я понимаю, это казус рефлексии. Вся вечность – это моё рефлексивное отношение к миру и самому себе. А что там дальше, одному Богу известно. Но вот я призвал вас, голубчик, как собрата по духу. Вы сплотили целую группу слушателей первого и второго порядка и открываете, как телескоп на земной орбите, целые галактики новых миров. И всё это наш дом. Да-да, Людвиг, не сомневайтесь, всё это наш дом. Остаётся только его заселить. Что же, каждому по планете иронизируется брат по духу. Вот и вам весело, голубчик. Скажите, Людвиг, что делать с целой планетой? Что вы желаете? В желании, как известно, выражается сущность человека. А человеку прежде всего нужен человек. Тем более в нашем заоблачном состоянии. Люди считают себя свободными, ведь свои желания и свои стремления они сознают. А о причинах, располагающих их к этому, даже и во сне не грезит, поскольку не сознают их. Осознать всё равно, что подвергнуться испытанию сначала на уровне «А зачем оно мне надо?» Затем – под углом зрения целесообразности земного к космическому части целому. Таким образом мы кооптируем новых членов. Вот именно, голубчик. Но разве можем мы не судить по себе о другом? Не это ли причина досадных недоразумений? Ведь исторически, культурно, мы весьма разные люди. Не столь разные коллега, чтобы не понимать друг друга. В какой-то степени, понимать. Посмотрите, даже в одну эпоху и в одной стране люди не могут найти общий язык. Кто этот ваш протеже, простите меня, мой французский? Гень, философ, достоин быть среди нас одним из архитекторов телесного замысла? А среди земных ему не нашлось места ни в одной из завалящих академий. Хотя какой там академий? О чём это я? Даже в профессора не пустили. Наши судьбы тоже вряд ли могут считаться счастливыми. Я не о счастье. Мы наслаждаемся счастьем не потому, что обуздали свои страсти, а наоборот – наслаждение счастьем, этим вот уютом, делает нас способными обуздать себя. А когда обуздан и остаёшься один, нужно точно знать, с кем ты остаёшься. А ведь мы тут с вами, голубчик, одни, вы один и я один. К чему нам ещё одно одиночество? Души завоёвываются не оружием, а любовью и великодушием. Не ваша ли мысль? Лицо координатора вытягивается. Я всегда подозревал, что вы знакомы с этикой, хотя вы сказываетесь так, будто никогда никого не читали. А если читали, то вам должно быть известно, что ничего нельзя сказать столь точно, чтобы оно не было ложно истолковано. Он-то, протеже ваш, допустим, любовью и великодушием, мыслю своей, натурой краскомовской, раздаренной без остатка, души завоёвывал. А поглядите, что творят те, кто считает себя его учениками. Все эти сусликовы, сурковы, кориенки, володины, люди используют его подходы, чтобы обманывать и разорять, разорять. Они-то не шли шаг за шагом, трудно пробиваясь к намеченным целям. Они встали на плечи гиганта и давай шуровать, обналичивать, что во благо целого, на свой карман. Это путь в никуда. Я вам более скажу, голубчик, это путь к озеру Кацит, прямиком в самый адов его лёд. И никто, ни вы, ни я, ни нато, мажор Касая, никакая другая команда спасать их не будут, ибо свободны черти. А свобода – осознанная необходимость. Их развитие свелось к необходимости хорошо пожить, для чего возобладало желание красть, а для того – обманывать и убивать. Вы как будто желаете их отчитать. Отчитать? Не нравится, что я могу их отчитать. Я так и могу в другой раз и отпеть. А давайте откроем окна, зацепимся за крюк для люстры и будем сверху головой вниз кричать в окна. Турнии, бестолочи, остолопы, вы что творите? Кому служите? Чему поклоняетесь? Это непрофессионально. Ничего. Я скоординирую, я умею. Люди услышат шум грозы, порывы ветра, раскаты грома, и только один из града скажет – мне голос был. Общее собрание класса. Проекционные окна обесточены. Наблюдатель держит вступительное слово. Философы много лет описывали мир, пока одни не взялись его переделать, а другим не пришлось переделанное исправлять. Одни называют это диалектикой, другие – суетой сует. Мир состоит из фактов, а не вещей. Фактом нашего с вами бытия становится кооперация наших стремлений и усилий по спасению немногого из того живого, что есть. И право мы не только слушатели, наблюдатели, координаторы, но и непосредственные участники земной жизни. Это наше живое слово. Мысль действует, трудится, спасает. Мы обеспечиваем, подстраиваем, налаживаем жизнь. Позвольте представить наших слушателей. Наблюдатель удваивает свое значение. Теперь первый объясняет второму. Они делятся на два порядка – систематические и проблематические. Слушатели первого порядка стремятся построить непротиворечивую систему. Слушатели второго – поставить проблемы. Одни оставляют после себя системы, а другие – проблемы. Лёгкий смешок прокатывается по классу. – Разрешите? – поднимается Мартин бемоль сутуру. – Будьте добры. – Вам, коллеги, по всей видимости, известно, – обращается он к наблюдателям, – что те, кто после себя оставляет проблему, как правило, интересны, а те, которые систему, скучны. Так, соглашается Людвиг. Согласитесь также, что формулировать проблему надо, пока вы в миру. Как только вы его покидаете, проблема, можно сказать, умерла, поскольку её больше некому изъяснять как проблему и некого завлекать в проблемное поле. Так. Отсюда следует, что те, которые с проблемным подходом, интересны в живом общении, но после них мало чего остаётся. Наблюдатели переглядываются друг с другом, но Мартина не прерываю. – Позвольте по этому поинтересоваться! – Мартин с вызовом поворачивается к новичку. – А к какому порядку принадлежите вы? – Оф! – вздыхает Совка. – Ай! – скрикивает НАТО. – Вот так сразу подвести черту не возьмусь! – взвешенно отвечает новичок. – Для меня всё происходит так, как будто первый день творения ещё на дворе. – Быть может, скажете, кто вы? – Мартин! – восклицает НАТО. – Мы знаем, что ты знаешь, кто он! – А я настаиваю! При рождении нарекли краскомом, красным командиром, значит. Революционные у меня были предки. И хотя ненадолго, но краскома с шашкой на коне во мне признают. Могу рубануть. – По имени Юра бывает, что кличут Гошей, но я это очень не люблю. – Зовите его Победоносец. – Наблюдатель включает проекционное окно. Жизнь налаживается. – В division. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...